Коридоры первой детской поликлиники сегодня полупустые, пациентов нет. Но это только на первый взгляд. Педиатр Светлана Скопинцева сейчас закончит прием и пойдет по домам. С каждым днем количество вызовов к маленьким пациентам становится все больше. Очень много вирусных заболеваний. Не знаю, может быть скучность коллективов. Они все пришли после лета в детский сад, пришли в школу. Только за неделю диагноз ОРВИ врачи поставили больше 4000 раз. Чаще всего болеют дети. А потому в спешном порядке начали прививать пока еще здоровых малышей. В Липецк привезли вакцину. Наша поликлиника получила 2400 доз вакцины Гриппол+. Она рассчитана на вакцинацию детей дошкольного возраста. Сейчас уже 70% детей привиты. Остались лишь те, у кого есть медотвод или родители против вакцинации. Наталья Крючкова в поликлинику сегодня пришла с 6-летней внучкой. Эту прививку они делают каждый год. И ни разу не пожалели. Распространенное заболевание инфекционное. Мы не хотим, чтобы нас заразили, чтобы мы кого-то заразили. Так что лучше подстраховаться. Как подстраховаться, чтобы избежать летальных случаев, сегодня обсуждали и врачи. В областной больнице прошел семинар. Доктора готовятся к сезону ОРВИ и гриппа. В Липецк пока он не пришел. Подъем заболеваемости ожидается в середине декабря. У нас будут циркулировать, как сейчас циркулирует на южном полушарии, грипп А, H3N2. И этот грипп имеет разновидность, с которой наше население встречалось. А потому врачи призывают активно прививаться. В Липецк буквально на днях доставят оставшуюся партию вакцины. Всего же в этом году планируется привить 357 тысяч человек. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости.